В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отметили люди, чьи нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Наш корреспондент Надежда Акимова расскажет о профессии шахтера и о роли угольной промышленности в развитии Южной Якутии. Шахта Денисовская является уникальной. Это первая единичная шахта в России, которая работает по камерно-столбовой системе отработки, что соответственно дает возможность шахтерам добывать уголь на глубине более тысячи метров. Два года назад компания Комар заявила о новом инвестиционном проекте строительстве двух горно-обогатительных комбинатов. В настоящее время балансовые запасы участков лицензиями на разработку которых обладают предприятия Комар превышают 1 миллиард тонн угля по российской квалификации запасов. 50% этой добычи это коксующиеся угли, которые предназначены для обогащения на обогатительной установке в Кеннессе, которую мы ввели в прошлом месяце. И впереди реализация программ развития 12+, и 20+, в которых было заявлено о плане стать самым крупным предприятием России, производителем коксующих углей. Планируется обеспечить занятость почти 10 тысяч местных жителей. Сергей Качкуркин в компании работает с 2006 года. По зову сердца мужчина решил сменить специальность водителя и прошел переподготовку по профессии горнопроходчик. С тех пор он погрузился в шахту и с другими земляками добывает уголь на глубине 800 метров. У нас на шахте существует полный социальный пакет. Я могу поехать куда угодно, в пределах разумных сумм. Я вижу дальше развитие нашего предприятия. В свой профессиональный праздник шахтеры компании «Колмар» в торжественной обстановке принимали поздравления. Глава республики лично прибыл поздравить их и выразить свою благодарность за нелегкий ежедневный труд, который дает уверенность в экономической стабильности всей республики. В Береговинске появилась определенная уверенность именно по развитию будущего. Это значит, что это рабочие места, это значит, что город будет развиваться и держаться, и, соответственно, люди будут жить достаточно уверенно в своем будущем. Поздравляю вас всех этими руководствами республики, от народа Якутии вас с этим прекрасным праздником, профессиональным праздником. После непродолжительной нестабильной ситуации «Колмар» дает уверенность в завтрашнем дне жителям Южной Якутии. А это, несомненно, положительно сказывается и на развитии всей республики. Надежда Акимова, Вадим Барашков, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.